Сотрудники полиции Управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Ростовской области по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров были задержаны члены организованной группы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что двое 26-летних жителей Ростовской области осуществляли преступную деятельность на территории указанного региона. Подозреваемые представлялись сотрудниками социальных служб, звонили пенсионерам и сообщали, что они подпадают под государственную программу «Дети войны», и им полагается единовременная социальная выплата. Далее для получения денежных средств потерпевшим предлагалось продиктовать код и номер своей банковской карты, после чего пожилые люди сообщали данные своих пластиковых карт, а позже выяснялось, что деньги со счетов похищены. В настоящее время сотрудниками полиции установлено 20 потерпевших пенсионеров, которые были обмануты по данной схеме. Сумма причиненного материального ущерба составила более 500 тысяч рублей. В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейскими были изъяты мобильные телефоны, ноутбук с базой данных потенциальных потерпевших и банковская карта, с помощью которой совершались противоправные действия. В отношении мужчин следственным управлением при управлении внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности указанной группы.